Долгожданный звонок, волнение артистов и зрителей, открывающийся занавес и вечное волшебство театра. Начинается очередной театральный сезон. И наши новости с царства иллюзий. Первыми в этом году на свет рам к нетерпеливой публике вышли артисты Национального академического Большого театра балета со спектаклем «Лебединое озеро». Кстати, именно эта постановка прошла первой в 1939 году на сцене нового тогда здания театра. Мы с таким удовольствием начали работу в новом сезоне. Нам так приятно, что переполнены залы, что публика совершенно восторженно принимает балет наш. И больше всего мы любим, конечно, нашу Беларусь, нашу публику, наш театр. Ожидание встречи с прекрасным всегда дает ощущение счастья. Тем более, если ждешь еще незнакомое, ранее не увиденное. И таким явлением для белорусских зрителей в новом, 72-м сезоне станет премьера балета «Клеопатра» в постановке Валентина Елизарева. Меня привлекает образ сильной женщины, которая вообще-таки интересует женский образ. Я практически все спектакли поставил о женщинах. И вот в данный момент я интересуюсь вот такими женщинами, поэтому я представляю такой спектакль. Торжественная закладка этого здания прошла 26 июня 1888 года. Великий князь Владимир Александрович и Великая княгиня Мария Павловна бросили на место фундамента несколько золотых монет и положили на них по первому кирпичу. 10 сентября Национальный академический театр имени Янки Купала в 85-й раз гостеприимно открывает свои двери для любителей белорусской сцены. И это не одна юбилейная цифра для театра. В этом сезоне состоится празднование 60-летия присвоения театру имени Янки Купалы. И именно его произведением открывается сезон. Тайна такой длительной сценической жизни легендарной Павлинки не разгадана до сих пор и достойна книге рекордов Гиннесса. Спектакль называют национальным сувениром, визитной карточкой театра. Тем, кто не успел в конце прошлого сезона попасть на премьеры спектакля «Эрик 14 и была до любви», советуем поторопиться сейчас, так как вас ждет еще одна премьера. На главной сцене театра начались репетиции спектакля «Ивона, принцесса Бургундская» по пьесе классика современной польской литературы Витальда Гомбровича. В конце октября пройдет фестиваль влюбленной театральной конфронтации и уже там ждут наш премьерный спектакль «Ивона». Завтра у нас открытие сезона и я надеюсь и этот новый наступающий театральный сезон, 85-летний сезон нашего театра, вы проведете вместе с нами. Гениальный Александр Сергеевич как-то сказал, искренне признаю, что воспитан в страхе почтеннейшей публики и не вижу ничего стыдного, чтобы угождать ей и следовать духу времени. Действительно, почему бы не угодить тем, ради кого творишь? Театр студии киноактера своего зрителя чувствует, любит и актерам не безразлично, что зритель после общения с ними вынесет в своей душе. А потому сезон этого театра открывается, наверное, самым любимым для зрителя спектаклем – театр купца Ипишкина, которому, кстати, в прошлом году исполнилось 10 лет. Особенно приятно, что нынешняя театральная осень подарит встречу с актерами театра студии не только Минчанам, но и зрителям Чебоксар, куда труппа едет с премьерным спектаклем «Навечно в памяти» в качестве гостей на второй международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова. Таким образом, как бы будет передана эстафета от празднования 60-летия освобождения Беларуси к 60-летию победы в Великой Отечественной войне. В Беларуси более 30 театров, которые стараются удивить своих поклонников в новом сезоне. Если этого кому-то покажется мало, что ж, посмотрите любимые спектакли по второму разу. Или наши новости каждый четверг. Редактор субтитров А.Семкин